Добрый вечер, вторник, 19.30. Каждую неделю в это время на телеканале Югра программа «Впрямо сейчас. Прямая линия». Я Константин Сапунов. Мы работаем одновременно и в телевизионном, и в радиоэфире, и вместе с экспертами программы. Сегодня мы ждем ваших вопросов. Звоните к нам по прямой линии в студию. Номер телефона 393-888, код Ханты-Мансийска, 3467. И прямо сейчас мы готовы начать обсуждение темы с нашими сегодняшними экспертами. Директором концерта театрального центра Югра классик Ларисой Журавлевой. Я вас приветствую, Лариса Николаевна. Добрый вечер. И директором югорского кинопроката Дмитрием Портовым. Дмитрий Геннадьевич, добрый вечер. Здравствуйте. Две недели с небольшим. Остается до начала 16-го международного фестиваля кинематографических дебютов Духа огня. То есть есть повод поговорить о кино. И не только. Эти горячие дни вот сейчас перед фестивалем для вас это интересно, тяжело, напряженно как? Для ОРК-комитета. В этом году первый раз работаем в таком тандеме. Немножко усилили наши силы, потому что с каждым годом фестиваль набирает обороты. И есть традиции, которые переходят из года в год, и мы их сохраняем. А есть что-то новое, и поэтому решили в этом году попробовать такой союз. И я думаю, что у нас все получится. Поэтому сейчас все очень насыщенно. Каждый день мы получаем новую информацию от московской дирекции. Работаем, мне кажется, в онлайн-режиме. Поэтому очень интересно. Интересная работа. Создавать, да? Создавать вот этот праздник. Готовим программу, готовим то, что будет интересно действительно всем. Отлично. Продолжим разговор буквально через пару минут. Сейчас посмотрим небольшой сюжет к теме. Внимание на экран. Подготовка к фестивалю на финишной прямой. Утвержден состав жюри конкурса российских кинодебютов. Возглавит его режиссер Александр Митта. В коллегии с ним известные кинодеятели Петр Буслов и Борис Хлебников. Кроме того, раскрылась, пожалуй, главная тайна духа огня. Стал известен почетный гость фестиваля. Это Кристофер Ламберт. Голливудский актер известен в первую очередь по фильму «Горец», где он сыграл главную роль Конора Маклауда. К слову, артист сам принял решение посетить столицу Югры. Это выдающийся деятель кино, актер и режиссер. Это уже новое поколение Кристофер Ламберт. Вот вдруг так получилось, что он и сам высказал свое желание, так сказать, попасть как-то к нам на фестиваль, про который он слышал. По-прежнему в рамках фестиваля особая акция «Кино для всех». Напомню, цель этого проекта – привлечь внимание зрителей к социальным проблемам общества с помощью фильмов. Старт 1 марта, финал 30 апреля. В программе художественные документальные фильмы про людей с ограниченными физическими возможностями. Спецпоказы состоятся в 80 кинозалах округа. Кроме прочего, к акции приурочат кинолектурии для школьников, коллективное обсуждение картины, публичные лекции. Однако главная программа проекта – просмотры таких фильмов, как «Герасим», снятый Ростиславом Мусаевым, «Айселу-фильм», работа Александра Барекина, «Карп от мороженой» Владимира Котта и «Тень» Дмитрия Светозарова. Особое внимание нашему земляку, режиссеру Александру Ханту. Его фильм «Как Витька-Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» уже популярен у зрителей и кинокритиков. Начиная с первого фестиваля в Карлахваре, где мы взяли главный приз, это было уже неожиданностью. А что дальше складывалась картина, для меня это было совершенно неожиданно. Более того, мне кажется, мы плохо сработали в прокате, потому что действительно очень много какого-то отклика от зрителей, много просто пишут и много оценок дают там на разных сайтах. Отдельное меню для ценителей неигрового кино. На десерт первые две части четырехсерийного фильма «Танья в поисках легенды». Этот цикл, посвященный хантыйскому эпосу, снялась сургутская студия, работавшая ранее над таким проектом, как исторические хроники Югры. Особенность фильма «Танья в поисках легенды» в смешении документальных кадров и анимированных рисунках, повествующих о событиях минувших веков. Зачем иллюстрации? Потому что только с помощью такого технического приема, как иллюстрации, в кинопроизводстве можно показать историю, которая 400 лет назад происходила. Примечательно, что иллюстрация о средневековом хантыйском богатыре Танье, защищавшем честь и достоинство своих сородичей от посягательств пришлых людей, рисовал Геннадий Раиш. Сама легенда интересная, а потом изобразительность такая нестандартная, так сказать, герой тоже нестандартный. Это не только легенда о Тане, но это легенда и о хантыйском народе. В качестве служителей Духа огня выступят волонтеры. Их сегодня набирают в югу. Добровольцы будут аккредитовывать гостей и участников, работать в штабе, пресс-центре и службе синхронного перевода. Кроме того, на плечи активистов ляжет обязанность помогать маломобильным зрителям. Требования к волонтерам, умение изъясняться на иностранных языках и опыт работы на подобных мероприятиях. Между тем, решена проблема очередей за билетами на киносеансы. Впервые на фестивале организуют их онлайн-продажу. Продолжение следует... С каким вопросом? Алло? Да-да, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Вас беспокоит Вашкеева Вера Владимировна, город Пытьях. Я хотела бы узнать по поводу фотоконкурса, который будет проводиться в рамках этого фестиваля. Хотелось бы узнать, как будут оцениваться фотоработы и будут ли поощрены юные фотографы? Или будут все вместе взрослые, профессионалы и юные фотографы? Сейчас узнаем. Слушайте нас в эфире в прямом. Пожалуйста, Лариса Николаевна, Дмитрий Геннадьевич. Спасибо за вопрос. Конкурс объявлен, конкурс идет. Заявки на конкурс принимаются до 19 февраля. Как будет происходить оценивание работ? Это будет онлайн голосование, поэтому народным голосованием будут выбраны победители. Также у нас есть... На сайте где-то будет размещен, да? На сайте Югрофест, основной сайт, плюс концертно-театрального центра Югроклассик есть сайт. Там будет также дополнительно размещена информация. И методом зрительского голосования будет определен победитель. Что касается маленьких наших участников, там будет спецноминация. Совместно с «Газпромнефтхантас», наш основной партнер, то мы там еще выберем обязательно, кому-нибудь вручим приз. То есть для юных... Для юных талантов. Талантов отдельная номинация, можно сказать. Да, предусмотрен. Отлично. К фестивалю, собственно говоря. Вот в чем особенности, собственно говоря, организации и проведения его в этом году? У нас в этом году добавляется такая интересная идея. Мы попробуем ее реализовать с Российским Союзом Молодежи. Они поддержали нашу идею. В этом году у нас будет Молодежный день. Он пройдет 3 марта, который будет переходить в фестивальную ночь. В рамках Молодежного дня у нас пройдет всероссийский этап конкурса «Мистер и Мисс Студенчество». Молодежь высших учебных заведений и средних учебных заведений приедет со всего округа. И три соревновательных дня они будут соревноваться, чтобы потом достойно представить наш округ на России. То есть помимо фестивальной программы будет еще и другая соревновательная какая-то дисциплина. Поэтому здесь будет очень много молодежи, которая приедет командами, покажет себя в творческих конкурсах. Там есть тема основная, она будет затронута как кино. Кино, как история. Дмитрий Геннадьевич, а география фестиваля в этом году какова? География, она довольно большая, как обычно. Как мы готовим площадки? Площадки у нас будут работать на фестивале 107 площадок. Сейчас официально заявлено. На сегодняшний день подтвердили. Из них 9 площадок в городе Ханты-Мансийске. Это официальные площадки, традиционные для нас. Ну и плюс в этом году новация. Фестиваль будет представлен официально в Москве и в Екатеринбурге. Надеюсь, что это будет уже постоянная программа, заявленная ежегодная. Ну а особенность, я вот считаю, в фестивале «Дух огня», конечно, это его основная тема о любви. Фильм о любви, она впервые на фестивале заявлена. Довольно непростая тема, а с другой стороны, очень, ну и простая, да. Мы подготовили несколько сюрпризов для наших зрителей. Три программы фильмов о любви. Это итальянское кино 60-х годов, в том числе и Феллини Антониони. Я надеюсь, что вот эта программа понравится эстетам клочистского фильма. И две программы, это «Италия. Фильм о любви» и «Франция». Это взгляд молодых кинорежиссеров на современную ценность о любви. Причем от фильмов, которые получили и призы фестивалей в Европе, до коротких комитражек дебютантов. И все они очень разноплановые. Но все, опять повторяюсь, все показывают ценность о любви. Сегодня в Москве прошла пресс-конференция, посвященная кинофестивалю «Дух огня». Там работала наша съемочная группа. И сейчас с нами на связи наш коллега Александр Калачев. Я предлагаю послушать его впечатление о том, как прошла пресс-конференция. То есть, вот такой небольшой эмоциональный момент. Александр! Да, здравствуйте. Саша, здравствуй, да. Как прошла пресс-конференция? Какая основная информация, на твой взгляд, была более, так сказать, существенной и интересной для тебя? Ну, вопросы, которые задавали журналисты, участникам пресс-конференции, касались самых разных тем. Конечно, уже ощущалось, что подготовка к фестивалю вышла на финишную прямую. В принципе, было объявлено о том, что уже 23 февраля Сергей Соловьев прилетит в Ханты-Марциз для того, чтобы готовить декорации, готовить церемонию открытия фестиваля. В общем, такое чувствовалось, ну, скажем так, предпраздничное настроение, потому что большинство людей, которые имеют так или иначе отношение к фестивалю, воспринимают дух огня, конечно, как праздник, как большой праздник. В том числе и югорчане ждут этого события. О чем говорили? Говорили о программе, говорили о новых именах, говорили о конкурсах, говорили о значимости фестиваля как для развития региональной культуры, так и в целом для развития России. Было отмечено, что ряд картин, которые приедут к нам в Ханты-Мансийск, и которые участвуют в международной конкурсной программе, будут показываться второй раз после Берлинского кинофестиваля. И, в принципе, это, по сути, будет второй мировой показ. Нужно признать, что этот факт довольно значим не только для России, но и для мира это очень значимо, когда какая-то картина сразу после своего дебюта на таком крупном кинофоруме, как Берлинский кинофестиваль, приезжает в регион и показывается здесь. – Саш, большое спасибо тебе за информацию, очень интересно. Ждем тебя, возвращайся. Лариса Николаевна, Дмитрий Геннадьевич, по поводу специальных программ и конкурсов, которые будут в ходе фестиваля проходить. Это «Кино для всех», «О любви», «Кино» и так далее. То есть, вот об их содержании, пожалуйста, если можно. – Давайте, да. Традиционная программа, это социальная программа «Кино для всех». Это фильмы социальной направленности о силе духа людей с определенными особенностями. Но все они довольно добрые, яркие, солнечные. И они будут представляться не только на киноэкране. Приедут режиссеры, которые создали их. И такие творческие речи будут проходить не только в Ханты-Мансийске, но и в Сургутском районе, в городе Сургуте. Вход на эти программы абсолютно бесплатный. И он будет показываться не только в Центре искусства, как традиционная площадка, но и он будет микшироваться по разным площадкам. И он продлится вплоть до 30 апреля в округе. Программа о любви, как мы говорим, да, в целом. Эта программа довольно обширна. Она представлена порядка 20 фильмов. И она будет представляться в киноцентре. Есть специальные проекты, как программа кинофильмов для детей, кино для меня. Довольно интересная программа. Она будет в этом году представлена в основном фильмами «Брикс». Это программа анимационных искусств. Будут приедут аниматоры из Польши. Ну и мы приготовили тоже небольшой сюрприз для наших маленьких совсем зрителей. Это зрители от 6 лет. Программа называется «Крутосветное кинопутешествие». Собрали анимационные фильмы со всего света. От Японии, Австралии, Китая и так далее. То есть настолько разнообразная программа и зажигательная с точки зрения даже техники исполнения анимационных фильмов. Для меня это очень интересная программа. Конечно, мы ожидаем авторскую программу от Бориса Нелепа. Это всегда такой, знаете, антураж и неожиданность для любого любителя кино. Но это эстет, любитель именно фестивального кино. Иногда он поражает, удивляет. Но всегда любой отборщик, считая за честь, представит свою авторскую программу. Его взгляд именно автора на будущее кино. И всегда это интересно для критиков, журналистов. Ну и для обывателей, вот я не послужил слово. Для эстетов, для любителей кино. Иногда это шокирующе. И были случаи, когда люди выходили из залов, не воспринимали новаторство дебютантов или кинорежиссеров. Но это всегда интересно и любопытно. Посмотреть будущее кино. А доступность, как попадать на просмотры всех программ? Ну да, просмотры. Мы готовим уже 16-й кинофестиваль. И цены на поход в кино, на фестиваль, они остаются неизменными уже 16 лет подряд. Минимальная стоимость билета 25 рублей, максимально 250. Это коммерческие показы. У нас работают традиционные, льготные программы лояльности для кинозрителей, для большого количества, для малого, для определенной категории зрителей. И надо сказать, что в этом году началась традиция продажи досрочной, предварительной продажи на церемонии открытия-закрытия. Они уже идут с декабря месяца. Пошли продажи абонементов, которые всегда пользуются спросами. На посещение именно кинопоказов цена абонемента 300 рублей на любые кинопоказы, за исключением коммерческих. Это за период фестиваля, если люди подготовлены. Ну это порядка 60 кинопрограмм можно посмотреть, но это очень много. У нас бывают такие уже опытные фестивальные люди, которые приезжают, в том числе вот из Пытяха был звонок. И у них традиционно минимум три сеанса в день они посещают. Вот для таких любителей у нас работает программа, уже много лет тоже, называется «Город кино, все для удобства». Кинорители между площадками пешим ходом 10 минут максимум. И то есть люди посещают все наши площадки в центре города в течение, если, условно говоря, перемедляют. Ну это мы говорим не только же о Ханты-Мансийске. Ну в целом, да. Мы же много гостей на фестивале, как правило, потому что... Вот, интересно, да, мы ждем, да? Конечно, ждем. Фестиваль проходит, как обычно, в выходные дни. И в этом году также суббота и воскресенье. В пятницу будет открытие кинофестиваля 2 марта. Закрытие будет 5 марта, это уже будет будний день. Конечно, наверное, будет поменьше гостей. Но мы думаем, что той культурной программы, которую мы готовим, мы оставим всех гостей в городе Ханты-Мансийске до конца фестиваля. А какую мы готовим культурную программу? Мы начнем нашу фестивальную ночь, которая пройдет впервые в рамках кинофестиваля с концерта артиста, всем известного Евгения Маргулиса. Поэтому мы приглашаем всех на концерт, билеты уже в продаже. 3 февраля в рамках фестивальной ночи пройдет его концерт. Но он не один же приедет? С командой. С бэндом? Да, с командой, со своей. А кроме того? У нас будет в рамках фестивальной ночи пройдет очень много мастер-классов. Будут коллективы, которые приедут с округа и будут выступать на площадке концертно-театрального центра. Также у нас второй год подряд будет организована молодежная гостиная. Она будет работать в рамках Лангала. Там можно будет посидеть, пообщаться и обменяться впечатлениями о просмотренных фильмах, высказать свои впечатления и создать такую компанию, где можно будет ходить на тот или иной фильм, какие-то такие коалиции по интересам. И там же в Лангале будет проходить мастер-классы для детей, чтобы можно было с детками посетить разные варианты. Это интересно, когда есть возможность обсуждать кино. Мы с детства все эти вещи любим. Кино такой разносторонний вид. Тут каждый может не только по возрасту выбрать себе, но и под настроение пойти и что-то посмотреть. Поэтому я думаю, что все останутся довольны. По поводу инфраструктуры, которую мы готовим для проведения фестиваля. Мы говорим и о сценических площадках, и о возможности просмотра кинофильмов, в том числе и гостиницы. Мы же должны это все предусмотреть. Насколько мы готовы к тому, чтобы все отработать отлично? Мы готовы. Исполнительная дирекция уже все подготовила. Анализ провели. Основная масса гостей у нас будет жить в Югорской долине. Часть приезжих гостей у нас живет в гостинице Олимпийская. Поэтому я думаю, что с этим все в порядке. Готов город. Дело в том, что это из тех, кого мы ожидаем уже официально. А ведь могут же приехать к нам. Мы говорим в том числе про гостей фестиваля. Про гостей фестиваля. Да, да, да. То есть неофициально, которые ожидают. Гостиница Олимпийская готова принять гостей. Они готовы. По поводу телезрительницы из Пытьяха спросила про фото конкурс. А по поводу любительских конкурсов, которые будут проходить в рамках кинофестиваля. Как мы ожидаем детское кино, микрофильмы? Конкурс микрофильмов «Любовь вне время и границ» называется в этом году программа. Она также стартовала. Заявки принимаются до 19 февраля. Интерес большой. Поступило уже очень много заявок. Не только из Российской Федерации, но и из Франции, Белоруссии. Поэтому конкурс микрофильмов ежегодный. А уже? Он объявлен. Он объявлен до 19 февраля. А кто оценивает? Также народное жюри. Также на сайте размещаются. Также на сайте, совместно с партнером, с «Газпромнефтьханта», в том числе, будет отбор и будет специальный приз. Отлично. Четвертый конкурс подряд он проходит и довольно большой отпуск получает. Это порядка 75 работ приходит. В том числе и за рубежа. И за рубежа? Там могут и профессионалы, и непрофессиональные. Любительские микрофильмы также в том году были представлены. Какие-то еще программы, помимо основного конкурса. Индийское кино. Дни индийской культуры. Дни индийской культуры. Это шире даже. Едет команда, которая будет презентовать свой проект в рамках фестиваля. Он будет очень насыщенный, потому что там будет и мастер-класс по йоге, и мастер-класс... А где это все будет проходить? Мастер-класс по йоге. Мастер-класс по йоге мы сейчас определяемся с площадкой. И будет мастер-класс по танцам по-индийски. И по танцам. У индийского-то, конечно. А кто приезжает? Кто у эти мастера? Индийская делегация. Это в рамках программы БРИКС приезжает команда. Ну и культурного обмена, да. Это через посольство Индии. А что мы ждем по поводу основного конкурса? Уже известны какие-то названия картин? То есть основная программа вот то, что... Ну, программа официально, согласно регламенту, она утверждается до 20 февраля. Ну, уже даже сейчас уже анонсируются те, кто попал в конкурс. Это можно посмотреть на сайте. Довольно интересные проекты. Причем довольно... География очень обширная. И публикуются уже на сайте кинофестиваля конкурсные работы российского конкурса. Ну, в том числе, вот мы и слышали Александр Хант. Вот я очень доволен, что Александр попал в конкурс в российский. В принципе, он тоже самый очень доволен. И вот мы с ним общались. Он во время фестиваля готов и представить свою, конечно, работу. Провести мастер-класс для участников киноакадемии «Разамас». И провести еще несколько встреч для тех ребят, которые в этом году выпускаются в Ханты-Мансийске. Но, может быть, даже из других городов. Вот по моим данным, это шесть человек, которые извили желание в этом году поступить в различные киношколы, в том числе и за рубеж. И они сейчас очень активно участвуют, готовят свои работы в конкурс микрофильмов. Кто эти люди? Они... Школьники, одиннадцатиклассники, кикольники. В основном это четвертая школа. Очень талантливые дети. Они прошли с декабря по февраль курс. По разработке сценариев, по звучанию, по подготовке кадра. А кто с ними занимается? С ними занимаются наши специалисты. Из Юрского кинопроката готовят лекции. И плюс есть педагоги, которые работают в школах на энтузиазме. У них там есть студии, анимационные студии. То есть довольно... Вот это не то, что традиция. Знаете, такие всплески, они всегда происходят на фоне таких крупных фестивалей. Как и спортивных, да, дети начинают осознавать, что они могут или хотят. Вот в данном случае шесть человек, которые реально готовы пойти на конкурс. И у них будет желание получить путевку в жизнь на духе огня. То есть победить на конкурсе или получить какие-то специальные призы. И вот Александр Хант, он когда узнал, познакомился с ними, уже разговаривал. Он готов дать личные консультации как режиссера, как правильно поступить во ВГИК. Как свою работу представить. И подключилась его супруга. Она дает мастер-класс по оперскому искусству. Это замечательно, правда? Просто ребята уже определились с выбором со своим. А наша задача-то только им помочь. Даже не мешать, а помочь. Замечательно. И кинофестиваль «Дух огня» как раз служит каким-то определенным стимулом, и вдохновением, и мотивацией. Правда? Да. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в программу. Наше время в эфире подошло к концу. Благодарю вас, Александр Николаевич Геннадьевич. Всем, кто нас смотрел и слушал, спасибо за внимание. Пишите, звоните в редакцию в течение недели. Номер телефона 393870. Ну и, конечно же, к нам в студию программы прямо сейчас. На связь по прямой линии в теле и радио эфире. На следующей неделе выйдем также во вторник в 19.30. А пока всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!